Добрый вечер, друзья! Сегодня поговорим о предмете, который вызывает интерес не утихающий, а иногда и растущий, и у молодого поколения, и у старших родителей этого молодого поколения, а именно бракосчитания между людьми либо разного вероисповедания, либо разной степени, мы будем говорить, разного качества веры. Очень часто мы видим это, даже в среде, так сказать, православной, когда один из супругов, чаще всего женщина, девушка, имеет глубокую религиозную веру, а вторая сторона, часто это мужчина, юноша, такой веры не имеет. И из этого секрета не делают, и говорят, ну а чего в конце концов? Ну и что? Ну и что? Даже они могут пойти в ЗАГС, то есть в ЗАГС они, конечно, пойти должны, чтобы стать мужем и женой, а в церковь они ими идут, ну если у того второго, так сказать, товарища, или кто бы он ни был, недостаточно религиозной веры, недостаточно понимания таинства брака, ну они ими идут, и венчание. Если они придут, и священник начнёт разговор с ними, и кто-то скажет, знаешь, батюшка, ты мне мозги не компостируй, ты что, нужен там, кадилам помаши, мы деньги-то заплатим, и всё, остаться на покое. А тогда сущие скажут, нет, этого не произойдёт, кадилам помахать я не буду, в ЗАГСе были, свидетельства о браке есть, трудитесь, молитесь, поститесь, читайте сайт Елицы, когда будете христианами, да, приходите венчаться. И будет совершенно прав. Ну, при всём при том, я вот так это критически высказался, такой смешанный брак может быть счастливым, может быть, если вы как следует постарайтесь, если эти люди, которые вступили в этот смешанный брак, нормальные люди, если они свои дурные качества, свои грехи, пороки сумели удержать под контролем. И мы, скажем так, мы не рекомендуем этого, но мы не запрещаем это никому. И крайне опасно и глупо было бы молодым людям, которые полным взаимным чувством, взаимной влюблённостью говорили, «Он в Бога не верит, ты ходи с ним, не ходи никуда, он там такой-сякой, не общайся с ним». Это будет заблуждение, это, можно сказать, последняя ложь будет хуже первой. Нельзя так делать. Нельзя так делать. Но в то же время надо нашим молодым людям видеть трезво, видеть опасность. Какая опасность? Дом брака, надо, чтобы у него был надёжный фундамент. Когда нет этой общей веры, что мы можем сказать об этом фундаменте? Фундамент ненадёжен, фундамент не монолитен и неизвестно, как поведёт от себя этот дом, если случится бурь, землетрясение, наводнение и так далее. А нет таких браков, где бы не было этих капризов погоды, скажем так. Поэтому тогда есть общая вера, есть лучший шанс, что дом этот устоит в трудную минуту. Помните об этом. Доброй ночи. Субтитры создавал DimaTorzok